Ну а как голосовали в Алданском районе? С последней информацией оттуда наш корреспондент Руслан Павлов. На финишную прямую вышли выборы президента Российской Федерации. До закрытия избирательных участков остается меньше одного часа. По данным территориальной избирательной комиссии, результаты явки для Алданского района хорошие. Пока более половины электората, а по меркам республиканского рейтинга показатели не очень выразительные. Мы прогнозируем за 60% перебраться. Все-таки явка должна быть большая, потому что выборы важные для Алданского района. И я уверен, что жители нашего района активно поведут себя на выборах. Надеюсь, будет больше людей. Больше людей отдаст свой голос. Не будут сидеть люди дома, а придут и проголосуют. Как уже отмечалось, электорат шел на выборы в приподнятом настроении. Все как-то внутренне ощущали личную ответственность перед близкими, знакомыми, страной. В то же время в душе у людей был праздник. С другим настроением сегодня шли. На участок? Мы шли на участок, да, чем раньше проходили. А с каким? С хорошим, с приподнятым. За ходом выборов в районе наблюдали более 70 представителей общественных организаций и политических партий. По их словам, процедура голосования проходит без нарушений. Пока без нарушений я ничего не выявила. Все хорошо, все спокойно, люди идут, народу очень много. В Алданском районе сегодня была организована процедура голосования в соответствии с требованиями законодательства. На всех участках было достаточно много народу. Но хотелось бы, хорошая, да, добрая атмосфера. Но хотелось бы, чтобы и те, кто еще не успел, участки работают еще час. Участки вас ждут. Вас ждет страна. Ждет страна, ждет Якутия, ждет район. В 20.00 избирательные участки прекратят свою работу и начнется следующая стадия выборов под счет голосов, которая по завершению даст ответы на многие вопросы. За кого из кандидатов голосовали избиратели района Якутии и кто станет лидером государства на ближайшие 6 лет. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.